Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару. Смотрите какой у нас туман. Сейчас без 15,8 а вот там ничего дальше не видно. И вроде бы днем обещают, что будет солнечно. Посмотрим. Сегодня на обед буду готовить пасту. Для соуса я взяла шампиньоны, цукини и позавчерашнюю курицу, которую я запекала. Да, да, да. Запекала. Вот я ее мелко порезала. Сначала обжарила шампиньоны, потом добавила цукини и потом уже добавила курицу. Готовить буду вот с такой пастой разноцветной. Это фирма Италиама, которую мы полюбили. Продается товар этой фирмы в магазине Лиду. И вот несмотря на то, что эти макаронинки такие маленькие, вариться они должны 15 минут. Очень странно. Они с добавлением различных овощей, трав. Должно быть очень вкусно. Вот в этот соус совсем не добавляла соли, потому что курица соленая была. И у меня оставалось еще немножко солнца от нее. Поэтому все сейчас вот это пропитается. Друг с другом подружится. И вот у меня уже бельки. А тут, знаете, ой, выпотевает. Тут одна макаронина оказалась... Ой, я ее видела, сейчас уже поймать не могу. Оказалось какой-то странной, очень большой формы. Вот она. Вот видите? Все захотела. Вот такой длинной, большой формы оказалось. Еще я добавила немного сливок. И сейчас еще потушится соус. Макаронам осталось вариться 5 минут. Я их не 15 минут буду варить, а только 13, чтобы потом дотушить вместе с соусом. Теперь я слила воду с макарон. Ну, макароны снова не тасует. Но не важно. В общем, добавила соус. И теперь, как сейчас модно это говорить, их надо поженить, чтобы макароны пропитались. Все-таки этим соусом. И в конце я посыплю все зеленью кинзы и такого тоненького салатного зеленого лука. Я уже попробовала. Получилось очень вкусно. И разложила я всю эту красоту в наши теперь любимые. Такие тарелочки-мисочки для спагетти. А тут у нас продолжает жить Анин букет из фруктов. Она уже что-то съела, а что-то еще осталось. Всем приятного аппетита! Мы сели пить чай. И я уже давно купила киткат, если кто помнит. Причем, давай киткаты. Купила... У нас почему-то эти киткаты продаются только на бензоколонке. Купила мачо и купила вот этот... Какую-то с карамелью. И с карамелью я еще не пробовала ни разу. Я не знаю, какой он вкусный или нет. Но кто-то из вас знает мою любовь к киткату. Помните, я в Москве сколько китката покупала? Может, подержите камеру чуть-чуть, я... Подержим вам камеру чуть-чуть. А я пока открою его. Только чуть-чуть. О, вот смотрите, значит, он вот такой. А, карамельного цвета? Ну, как карамельно-кофейного. Мне, кстати, в Москве нравился, помнишь, кофейный. Какой он вкусный был. Да. Так, пробую. У меня уже забрали. Ну, карамельный. Ну, что, да? И кофейный. Называется Голд. Но мне мачо все равно больше нравится. Почему так? Потому что он очень приторно-сладкий. Угу. Да. Вот. Но мачо мне больше нравится. Вот. Так что теперь вы знаете, если у вас появится такой киткат, как я к нему отношусь. Потому что ваши отношения могут быть совсем другими. Вот как узнать, какой угол в квартире самый-самый лучший? Пустите кошку. Она найдет этот угол. Как узнать, хороший матрасик купили или плохой? Пустите кошку. Она вот найдет этот матрасик, ляжет и вставать не будет. Что ты здесь прихорашиваешь-то, девочка дорогая? Манька. Вот улеглась, и она здесь, как Багира. И так ляжет, и так растянется. Хитрюга. Да. Да. Глазины свои. Вы знаете, нас сегодня на прямом эфире, мы сегодня, кстати, прямое эфир проводили. Нас сегодня на прямом эфире спросили, а вы гуляете? И мы что-то поняли, что мы давно не снимали, что мы гуляем. Да, вот мы гуляем. Продолжаем по улице. Специально вышли, чтобы подтвердить это. Смешная шутка. И гораздо меньше людей на улице. И сегодня воскресенье, уже рабочие недели пошли. Что ты хочешь? Они готовы? Нет, ну и вот это время отменили, что в определенное время можно гулять. Так что мы свободненько, спокойненько гуляем. Очень классно. Сегодня уже первый жаркий день. Да. По какому-то негласному закону, считается, что лето здесь наступает с 21 июня. Заканчивается 22 сентября. Да. Вот. И я говорю, Ань, как они их прям подсчитали? Начало лета сказали, чпок, жара сразу же. Как это было? Да. И все будет жарко теперь. Да. Уже будет вся неделя 31-32. Классно. И уже сейчас, ну... О, уже походу кто-то в бассейне там. После шести... Ага, вон они там. Угу. После шести все равно не свежо, как обычно это бывает. Очень хорошо, на самом деле. Да, вон в масках люди ходят. Мы тоже типа. И мы тоже в масках. Мы идем по нашему обычному маршруту. Вот сейчас проходим через парк, который уже миллион раз вам тоже снимали. Там, как всегда, занимается кто-то в футбол. Ну, в футбол играет или еще что-то такое. Все зеленое и зеленое. Птички щебечут. Не, конечно, гораздо комфортнее гулять, когда нет толпы в определенное время, занимающейся спортом и гульбой. Да. Весь мой макияж остался на маске, но я все равно хочу вам показать. А вот фитик. Это платье из Остина. Вот это вот хосточка из H&M. Кроссовки. Кеды черненькие. Конверс. Отсутствие полное макияжево. Жесть. Глаза остались. Ну, глаза остались, а так все ничего нет. Это Арифлэйм, это Алиэкспресс. Apple Watch. Новый уже ношу. Куда я? И браслетик Пандора. Так мы не сфоткались, кстати. Я красила, чтобы мы сфоткались. А мы так и не сфоткались с мамой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, заходим. Заходим. На улице, правда, тепло очень. А где ключи? Можно? Спасибо. На улице, правда, очень тепло. Особенно, когда ты ходишь в маске. Я буду делать безалкогольные мохиты сейчас. У меня вот есть такой графинчик. И беру два лайма, пучок мяты и пять чайных ложек тростникового сахара, разведенных в теплой воде. Ну и еще какую-то газированную воду у меня в данном случае это перье. Лаймики порезала. Теперь хорошенько вот так мну мяту, чтобы она начала давать, ну и это двумя руками вообще надо делать, перетереть между двух рук. И дальше выжимаю лаймы и все закладываю сюда. Потом это все заливаю сахаром. Ну, сахарной водой. Безусловно, можно было лед положить вот сюда, в графин. Но я выбрала положить лед в бокал. Сейчас накрою крышечкой. И можно наливать. Я не помню, кстати, что мы сегодня снимали. Я все еще пью свой безалкогольный мохито. И мне кажется, что сегодня коротенький какой-то был влог, но зато был длинный эфирчик. Потому что такое воскресенье. Да, такое воскресенье. Я мороженое съела. Я люблю с белым шоколадом. Молодец. Ты съела мороженое. Мы зашли в магазин. Единственный магазин, который у нас открыт на автозаправке. Рядышком, который. А вот. Счастливой товар. Еще мы купили там быстрозавариваемую лапшу. И тоже ее съели. Ты такая вообще. Ну, здесь это быстрозавариваемая лапша. Тут химикалии не такие наваристые, как в дошираке. Знаете, немножечко, немножечко вкусовых добавок и соевый соус. Все. То есть, это не доширак, а, ну, просто... Я тоже для костей пробираю. Ну, в общем, у нас батарейка закончилась. Мы уже не помним, о чем мы говорили. Но... Что-то как-то... Ну, у нас был классный эфир. Заходите в Инстаграм, смотрите. Там были прикольные вопросы. И всем понравились ответы. И теперь прямые эфиры у нас хранятся в IG3. Надолго. Поэтому они в ленте. И сохранены вот там три значочка. Когда заходите к нам на влог на пару. Там телевизор с антенками. Вот теперь там все это будет сохранено. Теперь прямых эфиров, как таковых, получается, в Инстаграм нет. Да. Ну, оно называется прямой эфир. Ну, в сторис не видно прямого эфира теперь. Да. Вот. Ну что, мама сейчас уходит спать. Мы еще, кстати, составили и сделали заказ в Арифлейм. Еще раз озвучу, что заказы все хранятся в Москве. Мы их не получаем сюда, но они хранятся в Москве. Мы сделали заказ и надеемся, что он скоро приедет. Пункт увлечения. Мы же так и не рассказали. Наверное, вам интересно. Вот тот заказ, который у нас повис, пропал. А мы не рассказывали, что у нас повис. Рассказывали. Да. В общем, его доставили. Ну, наконец, этот заказ в субботу наша знакомая получила. Полтора месяца он кочевал туда-сюда непонятно куда? Да. Он вернулся в Арифлейм, потому что СДЭК очень плохо себя повел, не привез вовремя заказ. И потом просто доказывали, что мы его все доставили. Да. Но каким-то образом отправили его в Арифлейм. И так как вот эта наша знакомая замечательная звонила постоянно и в СДЭК, и в Арифлейм. Арифлейм сказала, ладно, раз уж вы так прямо настаиваете, не будем мы ваш заказ расформировать, отправим вам еще раз его. Ой, в общем, наконец она его получила. Она так переживала. Мне так жалко было. Просто мы даже меньше уже переживали, чем она. Вот. И теперь... В конечном итоге в пункт выдачи его привезли. И теперь мы уже в штатном режиме будем делать следующие заказы. Ну вот уже сделали по девятому каталогу. Какие-то там патчи нас заказали. Только когда они к нам приедут. Понятно. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok